Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем, что интересного было в Самаре на этой неделе, и вот чем особенно запомнились уходящие дни. Быть или не быть новой высотки в Постниковом обраге. Жители и власти ищут компромисс. Детсады и школы под контролем мэра. Елена Лапушкина проверила, как подключают к теплу социальные учреждения. Штаб на улице Дальний. Журналистам показали, как работает передвижной пункт МЧС в условиях чрезвычайной ситуации. Возрождение парижской коммуны. Ремонта улицы жители ждали 14 лет. Паралитариат нынче в моде. Юный фрезеровщик вернулся в Самару победителем Евроскиллс 2018. Хотят закрыть вид на Волгу. Жители домов на Максима Горького возмущены начавшейся стройкой. По проекту под их окнами вырастет многоэтажное здание. Общий язык с застройщиками люди найти не смогли. Поэтому обратились за помощью к городским властям. Мнение всех сторон выслушал наш корреспондент. Быть ли новостройки на Максима Горького? Городские власти усадили за стол переговоров жителей и застройщика. Жильцов многоэтажки, под окнами которой планируется строительство, волнует несколько вопросов. Первое – это этажность новой постройки. Согласно проекту, на месте бывшей парковки будет возведен семиэтажный дом с паркингом. По мнению жителей, высота строящегося дома, несмотря на заявленную этажность, превышает допустимую. Застройщик уверяет, этажность здания небольшая. По данному посаду прекрасно видно, что это 5 этажей, 1, 2, 3, 4, 5, и больше 5 этажей нет. Один этаж подседает полностью посадки, который вообще находится в 17-м, и один полупоквальный этаж вот. Соответствует ли проект всем нормам, покажет проверка прокуратуры, которая началась несколько недель назад. Ответ прокуратуры мы получим. Если будет установлено, что разрешение выдвано с каким-либо отступлением, значит, безусловно, мы инициируем вопрос отзыва этого разрешения на строительство. Волнует и внешний вид новостройки. Жители считают, что она выбивается из общего облика исторического центра. Застройщик представит несколько вариантов решения фасада и предоставит на градостроительный совет. Еще один вопрос – нехватка парковочных мест для новых жильцов. Поскольку правило однозначно, эти парковочные места должны быть в пределах изменения участка определенного строительства. Однозначно. И это нас беспокоит. Людям сообщили, что этот вопрос прорабатывается городскими властями. Также обсудили и вопрос благоустройства территории. Глава города предложила застройщику провести с жителями встречу и вместе решить, как сделать территорию более благоустроенной. В любом случае, конечно, Эдуард Владимирович, это над жителями комфортную городскую среду обсудить. Еще один вопрос – выдержит ли склон новую многоэтажку. Застройщик обещает склон укрепить. Жители затребовали провести экспертизу. На встрече решено, что исследованием займутся специалисты политеха. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Еще одно здание стало камнем преткновения в Постниковом овраге. Строительство многоэтажки приостановлено на месяц. Дело в том, что не всем по нраву появление новой высотки. Кристина Инчина узнала, какой компромисс нашли жители микрорайона и власти. Александр Назаркин – пенсионер и ветеран труда. С возрастом ходить ему все тяжелее. Раньше скорая доезжала до дома Александра Николаевича без труда. Теперь на пути врачей встала многоэтажка. Забор стройки вплотную подступает к жилому дому. Для автомобильных маневров места практически не осталось. К нам вот приезжают, мы пожилые люди, болеем часто. К нам скорая, они сюда не болеют. А я, видите, не могу дойти, я отсюда-то еле дошел. Александр не единственный, кого волнует проблема близко расположенной к жилым домам стройки. Жители соседних четырехэтажек 163-го, 165-го и 167-го домов Паново-Садовой также оказались отрезаны для служб спасения. К этому дому ни подъехать, ни подойти. Его отсекли вообще от всех сетей. И у нас единственный этот проезд, по которому, хоть там аварийка приедет, или пожар какой-либо, к нам не подберешься никакой стороны. Жители микрорайона переживают, что возводящееся 16-этажное здание создаст нагрузку на водоснабжение и канализационные трубы. Для разрешения конфликта жители обратились за помощью к областным властям и депутатам. Общественная некоммерческая организация названием микрорайон ЗИП с целью, чтобы нас услышали не как индивидуальное лицо, а как группу людей, заинтересованных в проживании на этой территории в комфортных и человеческих условиях. Чтобы разобраться в ситуации, на встречу к жителям приехали депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, министр строительства Самарской области Александр Баландин, прокурор города Самара и застройщик 16-этажки. Жители высказали им свои опасения. Задача у нас только одна, совместно с вами, отработать территорию таким образом на период строительства, чтобы максимальная комфортность здесь была. В период строительства, чтобы необходимые транспортные средства, которые есть у жителей, кто проживает на данной территории, могли свободно заезжать во двор и выезжать. Те необходимые машины скорой помощи, машины пожарной, не дай бог. Комиссия убедилась, забор стройки действительно расположен с нарушением норм. Что касается остальных вопросов, ответы на них даст специальная проверка. Ее проведут в течение месяца. Провести проверку законности и обоснованности всего того, что здесь происходит. И по техническим экспертизам это вопрос Минстроя. То есть это давление, это вопрос, все вместе, давление, фундамент. Дальше законность размещения, это вопрос прокуратуры. По окончании проверки представители областных властей и прокуратуры снова встретятся с жителями и расскажут о результатах. А до этого времени стройка будет приостановлена. Кристина Инчина, Николай Сидоров, События. Все больше школ и детских садов, больницы, поликлиник, а также домов Самары уже получают тепло. В городе продолжаются работы из-за старта топительного сезона, который в этом году начался раньше обычного. Все ли соответствует плану, расскажет наш корреспондент. Учебный процесс в школе номер 79 идет по плану и без остановок. Хотя первый день после включения отопления выдался напряженным. Один из вентилей в подвале не выдержал давления. Но прорыва не случилось, и ученики могут продолжать получать знания в теплой школе. Некоторые кабинеты настолько прогреты, что их приходится проветривать. Горячая батарея. Ну, растоплено даже открыто. Пока есть возможность проветрить. Да, прошу. Как подключаются к отоплению социальные учреждения, проверила глава города Елена Лапушкина. Особое внимание к школам, детским садам и роддомам. Также глава города осмотрела и те места, где сейчас продолжаются работы по замене теплопроводных труб. Во дворе дома номер 86 по улице Гагарина новые трубы уложили и заполнили их. Подрядчики приступили к засыпке участка. У жителей соседних домов тепло появится уже в ближайшие дни. Завтра цок запускается, и мы начинаем запуск отопления по полу спокойно. За четыре дня с начала отопительного сезона тепло начали получать три четверти социальных учреждений и половина домов города. В ближайшую неделю батарея нагреется во всех домах Самары. Безусловно, у нас с вами есть ситуации по отключению. Не все дома подключены, к огромному сожалению. Но, тем не менее, эта работа все-таки плановая. В этом году в Самаре не стали ждать, когда температура на улице в течение пяти дней будет сохраняться ниже 8 градусов. Теплосистемы запустили раньше обычного. Коммунальные службы города, ресурсоснабжающие организации и предприятия работают в режиме усиления. Мэри Елчана, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Фролова, прошел урок «Живого права». Мероприятие организовано в рамках реализации президентского гранта по постинтернальному сопровождению детей-сирот. На пороге взрослой жизни. О чем узнали воспитанники детского дома в нашем репортаже. Это ваше. Спасибо. Каждому по дактокарте параллельно краткий курс криминалистики. На месте преступления всегда остаются следы отдела эксперта и их обнаружить. После чего сверить по базе папиллона и установить нарушители закона. Олег Гришин, эксперт-криминалист, подробно рассказывает ребятам о том, к чему могут привести, казалось бы, безобидные поступки. Это одна из площадок проекта «Живое право». Проекта, направленного на подготовку выпускников детских домов к взрослой жизни. Его организаторы – благотворительный фонд и сотрудники Самарского гарнизона полиции. Сделать из наших детей полноправных граждан нашей страны. Вот это самая главная цель нашего проекта. Инспекторы ДПС повторяют с ребятами правила дорожного движения, а служебно-розыскная собака-барракуда на личном примере показывает – учиться никогда не поздно. Демонстрирует азы послушания не только на русском, но и на немецком языке. Безошибочно определяет, где находится запрещенное вещество, с радостью принимает участие в игре футбол и срывает бурные овации за любовь к хозяйке. Я же уже говорила, что это не просто мой напарник, это мой друг. Мы друг друга любим. Сейчас покажем вам. Пара! На ручки! Живое право переходит в живое слово. В актовом зале сотрудники полиции рассказывают ребятам о том, как правильно хранить документы, особенно паспорт. Предупреждают. Даже мелкая кража минералки из магазина – это уже преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Детки очень умные. Детки очень умные. Я думаю, они услышали нас, услышали то, что мы хотели рассказать. Я думаю, они поняли, для чего мы им показывали, как откатывают пальцы, что это потом все будет в базе, что в случае чего их найдут. Полицейские рассказали ребятам, что они могут нарушить закон по незнанию, а могут и сами оказаться жертвой преступления. Поэтому необходимо выбирать круг общения. Ребята делятся впечатлениями. Что отпечатки снимают, что их вообще просто... Ну, так легко везде просветить, натронуться для любого места, там видны их. Ну, там рассказали, как собака находит на кочке там. Я слушала внимательно, потому что я не хочу, чтобы ко мне в квартиру там кто-то пришел, и потом меня из нее как бы выгнали или еще что-то. Для этого было интересно. Проект «На пороге взрослой жизни» будет длиться год. Подобные встречи пройдут в Центрах помощи детям городов Тольятти, Сызра, Нечипаевска. В планах организаторов рассказать ребятам и о финансовой безопасности, и о мошенниках, которые поджидают выпускников детских домов за порогом, научить бережно относиться к своему здоровью и к окружающим людям. Ольга Шелест, Максим Гусев, События. Внимание! Утечка хлора. Самарские спасатели отработали чрезвычайную ситуацию на химически опасном объекте. На этой неделе по всей стране сотрудники МЧС проводят масштабные учения. Возле стадиона «Самара-Арена» развернулся передвижной пункт управления, куда оперативно стекается и обрабатывается информация. Данил Лучко продолжит. Боевая готовность. На второй насосно-фильтровальной станции произошла утечка хлора. Есть пострадавшие, но это все по легенде. Сотрудники МЧС оперативно отрабатывают чрезвычайную ситуацию. Такие ежегодные учения проходят по всей стране, в том числе и в Самарской области. Вот сегодня у нас тренировка, которая проходила на НФС-2, показала, что у нас взаимодействие на всех уровнях происходит. Это силы и средства объекта экономики, силы и средства городского звена, областная служба спасения, федеральное подразделение. Как раз вот задача учений, чтобы все наши подразделения качественно взаимодействовали и могли в кратчайшие сроки сложившиеся чрезвычайные ситуации или какие-то оперативные события ликвидировать и реагировать на них в свое время. На площадке возле стадиона «Самара-арена» развернулся штаб, подвижной пункт управления главного управления МЧС России по региону, Волжский спасательный центр и аэромобильная группировка. Это сотни специалистов, задача которых – тушить крупные пожары. В этом им помогают и роботы. Это специальная машина. К ней крепится рукав, по которому подается вода, пена или порошок, в зависимости от типа пожара. Миссия этого маленького помощника – спасти самих спасателей, если им угрожает опасность. МРУП-112ВР работает от пульта управления на расстоянии 200 метров. На службу МЧС поступил совсем недавно и еще ни разу не использовался. Препятствия не помеха, преодолевает спокойно. То есть и бордюр может преодолеть, и какие-то заграждения, небольшие, небольшие заграждения, потому что колеса тоже малого класса робот. Поэтому небольшие препятствия он может преодолеть. В учениях задействовано 263 человека и 55 единиц техники. После тренировок будут подведены итоги. Поставят предварительные оценки. Данил Лычко, Николай Сидоров. События. Полтора километра счастья. Жители поселка Управленческий несказанно рады новой дороге. По проекту «Безопасные и качественные дороги» подрядчик отремонтировал участок улицы Парижской коммуны от Красноглинского шоссе до улицы Академика Кузнецова. На неделе прошел техосмотр люков и финальный замер. Слово Данилу Лычко. Вот так улица Парижской коммуны выглядела две недели назад. Больше 14 лет дорога не ремонтировалась. Ямы, разрушенный асфальт и бесконечные автомобильные пробки из-за объезда препятствий. Но теперь это в прошлом. Возрождение одной из стратегически важных улиц для жителей поселка заняло всего 9 дней. Благодаря программе федеральной, которая проходит по безопасным дорогам, сейчас все намного улучшилось. И самое главное, дорога очень важная. Почему? Потому что здесь большой микрорайон, здесь очень много новостроек. Вот, густонаселенный очень район. И дорога очень важна была здесь. Здесь все проходили. Магазины, все. Школа. Мы в восторге. Во-первых, все очень быстро. Во-вторых, качественно. В-третьих, не мешали движению машин. И в-четвертых, наверное, это самое главное, что мы теперь не будем прыгать по явам. По проекту «Безопасные и качественные дороги» подрядчик отремонтировал участок от Красноглинского шоссе до улицы Академика Кузнецова. Заменили 35 люков, уложили высокопрочный асфальт. Работы велись ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Отремонтировали и внутри квартальные проезды. Теперь мамам с колясками, инвалидам и пожилым людям удобно спускаться. На данной улице ряд примыканий и въездов в центроквартальных территорий были в очень плохом состоянии, в связи с чем подрядная организация выполнила их ремонт. Также часть парковок. Проект «Безопасные и качественные дороги» выполнен на все 100%. Ремонт улицы Парижской коммуны стал завершающим. В этом году благодаря программе преобразилось более 60 дорог протяженностью почти 65 километров. В пятницу поздравления с профессиональным праздником принимали учителя. Теплые слова благодарности звучали в честь педагогов со сцены Самарского театра оперы и балета. И, конечно, многие представители профессии получили заслуженные награды. Лариса Шалафаст продолжит тему. Премию от губернатора получает Людмила Серых, одна из разработчиков проекта «Галактиани» Самарского образовательного центра, который реализуется в городе уже несколько лет и помогает детям познакомиться поближе с космонавтикой. В формате компьютерной игры школьники пробуют себя в разных профессиях, связанных с космосом. Это специальный сайт, подобного которому нет в интернете, поскольку ребята там под своим паролем завоевывают кванты энергии за различные активности, связанные с космонавтикой и астрономией. И они могут себя проявить и в творчестве, и в исследовательских заданиях. В этом году заявки на премию подали 800 соискателей в пяти различных номинациях. В финал вышли 60 лучших долгосрочных проектов, которые успешно реализуются в школах, детских садах и центрах дополнительного образования. Каждый победитель будет получать ежемесячную премию в размере 10 тысяч рублей. Уверен, что ваши проекты сыграют огромную роль в процессе воспитания детей, найдут своих последователей. Со своей стороны, я лично и региональное правительство, мы приложим все усилия, чтобы поддержать ваше начинание, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования в регионе по-настоящему современной образовательной среды. Честование педагогов региона продолжилось в Самарском театре оперы и балета. Самарское образование продолжает подтверждать свой уровень на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. За несколько лет 8 учеников стали победителями Всероссийской предметной олимпиады. Высокие баллы набирают чаще всего по физике, химии, информатике, экологии, истории и литературе. В регионе продолжают строительство детских садов и школ. За два года построено и реконструировано пять школ, введено более 4000 новых мест. В этом году планируется завершить строительство школы на 1360 мест в Смышляевке и завершить реконструкцию школы в селе Приволжье. До 2022 года планируется ввести в эксплуатацию региональный образовательный центр для одаренных детей. Вы знаете, что президент страны в своем послании сказал, что таких центров будет 15 создано мирового уровня на территории России. И в планах министерства каждый год по пять центров таких создавать. Конечно же, в Самарской области есть все предпосылки для того, чтобы такой центр здесь появился. У нас высочайший уровень образования, у нас прекрасная высшая школа, у нас развитая экономика, а значит, мы совершенно точно найдем индустриальных партнеров для такого центра. Награды от главы региона получили педагоги, которые достигли наивысших результатов в работе по итогам года. Также пяти педагогам присвоены почетные звания заслуженный работник образования Самарской области, заслуженный работник культуры и заслуженный учитель. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В его руках металл послушен. Самарский студент Михаил Воронцов стал чемпионом Евроскиллз. Обогнав соперников из Португалии, юный фрезеровщик занял первое место. В этом году соревнования проходили в столице Венгрии, Будапеште. 41 компетенция, 600 участников. Победителя встречал Даниил Лучко. Просто много эмоций. Спасибо. Вот так в аэропорту Курумыч встречают победителя. 19-летний студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов завоевал золото, опередив соперников из Австрии и Португалии. Компетенция – фрезерные работы. Юноша стал и лучшим в сборной России по количеству набранных очков. Говорит, любит создавать своими руками. В 17 встал за станок. С тех пор с ним не расстается. Ну, это захватывающе, очень волнительно. И появляется большая гордость от всех этих побед. Было средние сложности. То, что были также и сильные соперники в виде Австрии, Португалии, Англии. Боролись до последнего. Никто никак не знал результаты. Но я делал все, как тренировался, как учился. И надеялся на победу. И победа. В этом году Евроскилс проходил в Будапеште. 41 компетенция. 600 конкурсантов из 29 стран Европы. Россию представили 48 участников. По итогам соревнований в медальном и бальном зачетах Россия заняла первое место. В качестве приза Михаил получит премию в 700 тысяч рублей. Уже поступает предложение от работодателей. Сейчас Михаил работает лаборантом на полставки в колледже. Есть и свои ученики, которым он передает секреты мастерства. Ученик он прилежный, замечательный. Он, закончив программу СПО, образовательную программу, поступил на обучение по рабочей профессии, токарной работы на станках с программным управлением. Поэтому он с сентября месяца обучается по индивидуальному графику по получению вот этой профессии. Вообще для нас эта победа очень важна с двух точек зрения. Во-первых, сама победа, и вот такой вот чемпион у нас есть. А во-вторых, вы понимаете, это результат той кропотливой работы профориентационной, которая и популяризации рабочих профессий. Вот в этом году свыше 53% девятиклассников пошли в учреждения СПО. В следующем году Михаил планирует поступать в Самарский университет на специальность технология машиностроения. Но сначала подготовка к первенству мира. На соревнованиях WorldSkills, которые пройдут в августе в Казани, Михаил рассчитывает на звание чемпиона. Не меньше. Даниил Лучко, Максим Гусев. События. Капитан, капитан, улыбнитесь. В Самаре на многоэтажке появилось граффити с суровым бородатым моряком. Его авторы – уличные дизайнеры из Челябинска. Они воплотили морскую картину по эскизу немецкой художницы. Даниил Лучко узнал, как реагируют жители на новое произведение искусства. Для разнообразия художники решили отойти от футбольной тематики и перейти на морскую. Теперь на торце этой девятиэтажки красуется брутальный моряк с татуировками. А в его бороде – маяк. Домное пересечение улиц Советской и Победы выбран не случайно. С тем, что рисунок отлично впишется именно здесь, городская администрация не ошиблась. Основные цвета – белый, черный, бирюзовый и бежевый. Художники специально подбирали их под балкончики и общий стиль дома. Потратили три дня и свыше ста баллонов краски. Это интересно, конечно. Мы сначала не поняли. Потом все-таки видели, что это морская тематика. Это здорово. Мы живем на безымянке. Давно пора уже было взяться за этот район, чтобы здесь были не только рекламные щиты какие-то определенные, но чтобы наш район тоже украшали. Приехала с ребенком в больницу. Прошли мимо, увидели, красиво рисуют. Нам бы тоже так во дворе нарисовать. Автор рисунка – известная немецкая художница Хельке Рах. В ее инстаграме все работы на морскую тему. Идею с матросом воплотили двое художников из Челябинска под псевдонимами Трео и Слим – Филипп Навак и Александр Слимов, соответственно. На их счету уже несколько граффити, связанных со спортом, а также девушка с фотокамерой. Ну, хотели изобразить просто речную морскую тему, потому что для нас, так сказать, не местных, а Самара, Волга – самая, наверное, известная речная тематика в России. Поэтому вот как-то у нас такие ассоциации, что именно с рекой. Самара ассоциируется с Волгой. В Европе стрит-арт на пике популярности. В 63-й регион это направление пришло вместе с чемпионатом мира по футболу и только-только развивается. В планах челябинских да Винчи разукрасить Самаре еще как минимум 10 фасадов. Даниил Лучко, Дмитрий Мешканцов. События. Крылья Советов сегодня матчем с «Динамо» открывают новую страницу в своей истории. Клуб покинул Андрей Тихонов. Накануне, в рамках подготовки к игре с москвичами, самарская команда провела предматчевую тренировку. Это занятие стало последним для Андрея Тихонова в качестве главного тренера Крыльев Советов на данном этапе. Под руководством легендарного футболиста волжане провели успешный сезон футбольной национальной лиги и напрямую вышли в премьер-лигу, где результаты стали хуже. В девяти матчах у команды две минимальные победы и одна ничья. Крылья занимают 15-е место в турнирной таблице. После окончания тренировки Андрей Тихонов тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба. Мы прошли большой путь с Андреем Тихоновым. Благодарны ему искренне за то, что он в прошлом году в непростое для нас время согласился принять команду. Выполнил достойно поставленную задачу. Команда вернулась в элитный дивизион напрямую, без всяких стыков. Мы желаем ему успехов на футбольном поприще. Всегда рады его видеть в нашем городе. Ну и как клуб руководства, так и болельщики. Не говорим ему прощай, говорим до свидания. На посту главного тренера Крыльев Андрея Тихонова сменит черногорский специалист Меодрак Божевич. Он уже успешно возглавлял российские команды. В частности, выигрывал Кубок России с Ростовом и выводил в Лигу Европы Пермский Амкар. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!